Итак, это часть вторая по настройке своего магазина на платформе Эквит. Переходим и продолжаем настраивать свой сайт. Сейчас будем настраивать вот эту вот часть, которая называется шапкой. Будем редактировать историю и о магазине. Вот эти три раздела. Теперь, чтобы слишком долго не мудрить, не выдумывать что-то от себя. И поскольку попросили, чтобы сделать вот такой вот сайт, делаем очень простую вещь. Переходим сюда. Вступление и обложка. Вот это вступление называется и обложка. Вот эта часть. Кликаем на разворачивающееся меню. И смотрите, здесь вот есть две надписи. Вот и вот. Здесь у исходника, скажем так, у шпаргалки, вот такой вот призыв, название, описание. Просто я копирую здесь и вставляю вместо этого текста. Вставить. Эксплор завод. Это получилось вот в этом месте. Только оно, если смотрите, оно более жирное. То есть, если бы я вот этот текст вставил сюда, оно было бы тоненькое, как у исходного сайта. Вот такое тоненькое, невзрачное. Правда, можно здесь вот выделить, сделать жирным и так далее. Но поскольку мы видим, что вот так вот смотрится хорошо, вот здесь вот, там, где изначально некрасиво, убираем, оставляем пустым. А это вот оставляем вот таким жирным. Окей. Второе поле описания. Убираем. Оставляем чистым. Дальше. Дизайн. Подобран вот здесь. Расположение. Я уже показывал фон. Фоновую картинку вы можете выбрать что-то из своего, там, вообще поменять любой фон, поставить свой, сделать свой дизайн и заменить вот эту картинку вот здесь. Убираете ее, ставите свою. Текст на кнопке. Вот она. В магазин. Поскольку в окончательном варианте у нас будет английский, сайт на английском, мы так и сделаем. Здесь напишем shop now. По-английски. Shop now. Вот у нас появился такой вот текст. Так же, как и здесь. Можно написать buy now. Все, что хотите. Оформление текста. Опять же, вот просто не хочу вас запутывать. Можете поменять вот через вот это место цвет текста, размер шрифта, вообще расположить заготовок под описанием, поменять сам шрифт. Но этого всего не надо. Можете изменить цвет кнопки, форму кнопки и так далее. Это уже поиграйте сами. Здесь не буду я сейчас ничего делать и показывать, чтобы не было лишних движений. И сохранить. Обязательно старайтесь. Как можно чаще сохраняйте, не ошибетесь. Назад. Посмотрели, похоже, то, что вам надо. Все, сохранили. Следующее. Еще раз назад. Теперь история. То есть, почему мы. Да? Описание секции. Это вот эта часть. Почему выбрать нас. Теперь смотрите. Здесь мы просто скопировали вот этот текст и перенесли его в переводчик. Чтобы понять. К слову сказать. Вот если вам попадется какой-то сайт другой, посмотрите, поищите, в котором эта секция более привлекательно написана, более, на ваш взгляд, хорошо написана, можете взять с другого, совсем с другого сайта. С любого сайта. И обязательно в переводчик, чтобы понимать, о чем тут пишется. Вот смотрите. С любовью, включением и так далее, и так далее, и так далее. В общем, то есть, все, пятое, десятое. Но здесь есть вот такой момент. Explore Outdoor. То есть, это название именно вот этого сайта, который, вот видите, здесь в домене есть. Этот сайт называется так. Поэтому в переводчике, в переводчике, вот это вот слово надо поменять на свое. То есть, на название вашего сайта. Сейчас я тут пишу xxxxxxx. Заказчик найдет вот этот текст. И просто вот в этом тексте поменяет эти иксы на то, что надо. Вот здесь, вот они, эти иксы, они будут отображаться уже по конкретному имени магазина. Дальше, вот с этим разделом про цитаты и так далее, про отзыв, я вам сейчас покажу, как и что, но после того, как сделаю секцию о компании. Теперь здесь изменить название секции можно было бы изменить на английский, чтобы оно у нас показывалось по-английски. Но в конце ролика мы весь сайт переделаем на английский, чтобы все показывалось на английском. Если что-то будет не так, я опять же перейду сюда и изменю название секции вот здесь, не почему мы, а именно на английском напишу то, что надо написать. Но это в конце весь сайт, если не переведется автоматом. Я вообще-то сам по себе всегда делаю все на английском изначально, но для того, чтобы вам было все понятнее, делаю сейчас это все на русском языке. То есть поставили, и так погнали дальше, поставили текст скопированный с этого или с любого другого понравившегося вам сайта и сохранили. Сохранили секцию, можете всегда вот здесь рядом держать свой сайт на вкладке и просто после каждой смены чего-то обновлять страницу и смотреть, красиво это смотрится или нет. Потому что в любом случае, вот здесь, вот это окно там выделяется, сайт как-то сжимается, может что-то и не так быть. Назад. И следующая секция о компании. О компании это о магазине. Вот оно. Рассказываете историю и так далее и тому подобное. Опять же, вот этот вот, вот эту часть текста скопировали, вставили в переводчик и прочитали. О чем тут написано. Всегда внимательно смотрите. Если что-то откуда-то копируете, переводите и постарайтесь понять. Вот смотрите. Здесь написано. Мы небольшое, хорошо туда-сюда работающие в Эдмонтоне. То есть, у них еще, кроме интернет-магазина, есть обычный магазин. Поэтому, вот эту часть, вот эта часть, мы убираем. И оставляем. Мы небольшой бизнес, онлайн-бизнес и все. Дальше, что тут описано. Почувствовать связь туда-сюда, снаряжение с определенной целью. И опять название сайта. Explore Outdoor. Вот оно. Вот это название сайта. Опять же, я здесь ставлю XXX. XXX. Заказчик сам найдет этот текст вот здесь. Вот здесь он находится. О магазине. И поменяет. Дальше. Читаем. Подходит. Подходит. Вот опять это слово. Explore Outdoor. Вот оно. Его тоже надо заменить. Вот оно. Опять же, меняю на XXX. XXX. И читаем дальше. Имеет высокое качество и идеально подходит для сезонов Альберты. Это штат в Канаде. И мы отправляем его только на большинство адресов в Канаде. Это нам не надо. Во-первых, мы ни в какой Канаде, ни в какой Альберты. И что значит в большинство адресов. То есть, есть адреса, на которые не отправляем. Вот эту часть надо заменить. Надо заменить приблизительно вот так. Чтобы по смыслу было как бы продолжением того, с какого места мы хотим поменять. Высокое качество и идеально подходит для не сезонов Альберты, а там для туризма, активного отдыха. И мы отправляем по всему миру бесплатно в кратчайшие сроки. Можете придумать свой текст. Можете вообще все эти описания и все вот то, что я оттуда копирую. Можете вообще все свое придумать аккуратненько, как говорится, с чувством с толком, с расстановкой. И все это заменить. Итак, находим это место. Ну, тут идеально подходит для. Хотя бы одно слово надо найти, вот и, то есть, ну, хоть немножко с английским дружить, да? И идеально подходит для. Вот здесь ту. Ту – это для. Мы вот с этой части меняем на наш текст. Вот так. Идеально подходит для туризма и активного отдыха. Мы отправляем по всему миру бесплатно в кратчайшие сроки. Теперь читаем дальше. Все заказы выполняются при наличии товара. Что это такое? Как это понимать? То есть, может, клиент оплатит и ему не дадут товар. Если товара нет, мы вас уведомим и вернем вам полную сумму заказа, используя первоначальный способ оплаты. Это вообще убираем. Убираем. У нас товар всегда в наличии, и мы всем отправляем бесплатно по всему миру. У нас нету такого, чтобы товара не было в наличии. Вот так вот посмотрели, отредактировали текст. Опять же, с любого сайта взяли, скопировали и переделали под себя. И теперь вот я вот эту часть, вот смотрите, оставил. Мне эта мысль пришла вот только что при записи ролика. Здесь что написано? Что этот сайт жертвует часть своих доходов от продаж ряду замечательных организаций. Я это оставил с одной целью, чтобы вон там вот, где написаны отзывы клиентов, вот эти секции переделать. Там можно четыре секции добавить. И добавить туда, допустим, красный крест с переходом к ним. Скачать логотип там. Есть всякие известные благотворительные организации. Ставить туда их логотипы. Сделать переходы на эти сайты. И чтобы люди видели, что вы действительно заботитесь не только о своем доходе, но и хотите с помощью вашего сайта сделать пожертвования, призвать людей, сделать пожертвования тем организациям благотворительным. Это очень ценится за рубежом. Поэтому мы вот это все оставляем именно так. Копируем. Переходим. Расскажите историю о компании. Мы сейчас это все убираем и вставляем свой текст. Дальше вот, допустим, вот эти три икса хозяин может сделать жирными. Кликнули, они жирные. Чтобы более, так сказать, выделить именно название своего сайта, свой бренд, так скажем. Ну и Елена Петрова, опять же, здесь имя, я сейчас не меняю, поменяет заказчик. Главное, он видит, где это все делается. Выдумать может любого человека. И сохраняю. Сохранить. Теперь переходим на свой сайт. Вот он. Обновляем. И смотрим сверху вниз. Вот он магазин. Вот эти карточки мы пока не трогали. Вот почему мы. Вот это та секция, о которой я говорил. Здесь сделаем благотворительность с переходами. Здесь вот о компании. Получилось все так, как мы изначально хотели. Итак, это вторая часть, в которой показано, как сделать изначальную настройку внешнего вида сайта на Эквит. Продолжение следует.